Всем привет! Вы на канале Сергея Кончаренко. И смотрите, здесь у меня пришла опять какая-то интересная лампа. Точнее, я знаю какая, так и обозначил. Давайте посмотрим, что это все-таки за лампа. Таких у меня еще не было. Разные ретро были и Эдисона, и LED, и филаментные, и обычный LED. Короче, каких только не было, а такой пока у меня не было. А вот сейчас мы как раз и посмотрим, что это за чудо-лампа. Вот это уже, знаете, радует то, что есть хоть какие-то опознавательные знаки. Класс потребления и плюс. Есть плюс. Плюс еще, ну почти самая высокая. Так, что мы видим? Свет испускает 24 тысячу часов. 4 киловатта используя тысячу часов. Так, по данным, 260 люмен, 25 тысяч раз включение-выключение, температура 2200 кельвинов, то есть теплая. Два года гарантии, свечение 360 градусов, это клево. 90 рейтинг RA, около 90. Коэффициент свечения, или я не помню, как правильно называется, но где выше 80, это уже хорошо. 25 тысяч часов может отработать. 0 секунд, я не знаю, что это. И 0,0 миллиграмм, точно так же не знаю. А сколько она ватт дает? Не знаю, 4-х ваттная, наверное, все-таки это, да? 4, 4, или 4,5 ватт. LED лампа, да. Так, это все точно так же для красоты. Это необычная бытовая лампа, но она... Ее бы, конечно, отсюда еще изъять как-то. Блин, как же я не люблю пенопласт из-за того, что его нужно убирать, потом он крошится. Так, ну, как вы видите, здесь зафиксировано все хорошо. Такая вот... Вот это, кстати, стекло. Вот это вот филамент. Элемент здесь 4 ватта, 230 вольт. Давайте посмотрим заодно, проверим сейчас и потребление, и то, как будет светить данная лампа. Заранее, прошу прощения, потому что часто у нас в сети... Видите, за то, что я и говорю, что в сети у нас часто бывает то, падает напряжение, и вместо 4-х мы сейчас видим 2,4. Вот такое свечение интересное. Прикольная своеобразная лампа. Ну, и смотрите, сейчас 2,3 ватт. Ну, как я и говорю, это все из-за того, что у нас вольтаж, напряжение в сети 206. Хотя хотелось бы иметь хотя бы 220, чтобы было. Так, еще раз. Потребление 2,3 ватта. Свет даже от этого достаточно немаленький. И знаете, что еще осталось проверить? Деммируется, дотрагиваться можно. Она даже, возможно, температуры тела или на пару градусов выше. То есть, не нагревается. Пару минут сейчас она поработала и не нагрелась. Вот, 3 ватта уже у нас есть потребление. То есть, практически это почти ее номинальное... Причем она, свет дает еще достаточно неплохой. То есть, и как декорация, и как освещение. Ну, и как освещение не очень, разве что как ночник, как декорация. Я думаю, будет классно. Так, давайте проверим теперь, деммируемая ли данная лампа или нет. Ну, и вот по поводу того, деммируемая ли данная лампа или нет. Сейчас, смотрите. В дальнем углу там лампа накаливания обычная Эдисона. Ретро нашей лампы. И вот, смотрите. Не знаю, передаст ли камера по минимальному вращению деммира. Она включается, но есть некое мерцание. Ну, то есть, я думаю, не очень интересно. Немножечко добавляем. Мерцание добавляется. Еще добавляется. И вот максимальное. Тогда уже ничего не мерцает и очень хорошо светится. И, смотрите, свет она дает. Ну, я вам так скажу, немало. Немало для украшения классно будет. Вот, смотрите. К примеру, вот это вот 4 ватта. Причем сейчас она выдает около 3 ватт. 2,5 ватта. А вот это вот 40 ватт. 4,40. 4,40. Ну, есть разница. Причем, я бы сказал, здесь даже света чуть побольше, чем в той сороковке. В 10 раз, 10 ватт, точнее, в 10 раз разница 4,40. Значительная. А по свету, сами видите, даже вот это вот немножечко больше. Ну, это все декорации. Для декорации реально вот такую лучше брать, чем такую. Ну, во-первых, это, по идее, должно быть долговечнее. А во-вторых, колоссально меньше потребляет энергии, чем вот это вот. Ну, вот, как вы видите, лампа классная. Мне очень-очень зашла. Она понравилась. Причем, там разные формы есть. Я сейчас найду, вам покажу. И цена, естественно, меняется от формы. Я взял самую простую, самую дешевую. И теперь понимаю, что если мне есть куда ее устанавливать, то можно брать и что-то поинтереснее, подороже. А вот теперь смотрите, какие есть вариации. Вот это вот тоже прикольно, и это прикольно. Но разница в цене может быть значительная. Вот это вот, вот она лампа наша. Вот это вот точно так же может быть прикольной. Такие закрученные, ну и все-все-все аналоги. Ну, клево, клево, я могу только так сказать. Ссылки, естественно, я оставлю в описании под этим роликом на такие вот лампы. Ну, мне зашли, мне понравились. Это действительно выглядит круто. За нее можно браться, она работает. И самое главное, не сломать, потому что вот это вот стекло. Так, как я и сказал, ссылки будут в описании. Всем, кому данный ролик чем-то понравился и был полезен, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал, на мой второй канал. Там я выкладываю очень много всего интересного. Есть также канал в телеграмму, не стесняйтесь, можете подключаться и туда. Делитесь этим видео с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь тема вот таких вот ламп, ретро-ламп, украшательств и прочей фигни и прочих плюшек, она сейчас актуальна и классна. Действительно смотрится очень клево. И многим будет интересно и полезно. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.